Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать про свои новинки люксовой косметики. Что-то из этого я уже показывала в своих влогах, и многие из вас как раз-таки спрашивали мою обратную связь касательно этих средств. Поэтому сегодня я собрала их все возле себя. Здесь будут, конечно же, продукты как по уходу за лицом, так и декоративная косметика. Поэтому если вам интересно узнать, что же нового, интересного в мире люкса вышло за последнее время, то обязательно не переключайтесь и продолжайте смотреть это видео. Начнем мы с вами по порядку. Первое, что я хотела показать, это будет новое очищающее средство от бренда Comfort Zone. С брендом Comfort Zone я была незнакома практически до этого продукта. Первое, что я решила попробовать для себя, это будет вот такой очищающий крем из линейки Skin Regiment. Почитав отзывы, посмотрев обзоры, я поняла, что эта линейка обладает более усиленными и концентрированными формулами. Как позиционирует ее бренд, что она идеально подойдет для жителей мегаполиса, с быстрым графиком, с загрязненной окружающей средой. Ну и, конечно же, на это средство было много положительных отзывов. Что мне понравилось? Что это интересная текстура, которая, правда, редко встречается в других брендах. В основном у нас везде идут либо пенки, либо гели, а это именно крем. Подобное я встречала в бренде Sensai, но скажу сразу, что в бренде Sensai очищающий крем был не такой густой. Здесь же средство обладает действительно очень плотной, я бы даже сказала, вязкой текстурой, но как только средство контактирует с водой, как только вы начинаете вспенивать этот крем, он превращается в густую, в объемную, но при этом очень легкую пену. Я бы на самом деле запереживала, когда попробовала эту текстуру на руке без воды, мне показалось, что средство может утяжелять, что средство, скорее всего, больше подойдет именно тем, у кого кожа склонна к сухости. Но протестировав его на протяжении пары недели, поняла, что, в принципе, никакого дискомфорта это средство не вызывает. И после я поделилась первым впечатлением практически со своими подписчиками в телеграм-канале. Поэтому, кстати, если вы хотите узнавать о всех бьюти-новинках самыми первыми, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочку найдете в описании под этим роликом. И когда я опубликовала это средство там, практически 99% отзывов, да мне кажется, даже все 100, были исключительно положительные не только про это средство, но и про сам бренд. Поэтому мне, конечно же, стало интересно познакомиться и с другими продуктами из этого бренда. Если вы что-то уже пробовали и вам понравилось, обязательно пишите в комментариях, на что мне стоит обратить свое внимание. Ну а этой пенке, точнее крему очищающему, я ставлю назначенный лайк. И также хочу сказать, что, как мне кажется, средство безумно экономичное. Во-первых, здесь идет очень красивая алюминиевая упаковка, и средство на полочке в ванной выглядит максимально эстетично. Ну и, собственно, 150 мл. Средство требуется буквально горошинку, и мне кажется, что на полгода мне этой баночки хватит точно. Далее поговорим про легендарную сыворотку, которую, я уверена, многие из вас любят. Это, конечно же, сыворотка бренда Clorans Double Serum, которая, мне кажется, абсолютно не имеет аналогов. И сейчас она вышла в обновленной текстуре, называется она Light Texture. Эта текстура, которая, как мне кажется, как раз-таки идеально подойдет на теплый период времени года, потому что она стала чуть более легкая, не такая, как мне кажется, маслянистая, но при этом работает также круто. Вообще, Double Serum, это, правда, моя любимая сыворотка как раз-таки на холодное время года, а еще она безумно хороша как раз-таки как база под макияж непосредственно перед нанесением тона, потому что она так выравнивает кожу, она просто ее обволакивает, но при этом не перегружает, и когда вы начинаете наносить тон, он просто идеально, буквально с первого прикосновения наносится и распределяется. Эта сыворотка идет на основе двойной формулы, которая состоит из водной части, а также из липидной части. При выдавливании здесь вы на помпе можете увидеть дозатор, который как раз-таки будет означать количество выдавливаемого продукта. Здесь нарисована маленькая капелька и большая капелька. Сейчас моя кожа находится в нормальном состоянии, она не склонна к сухости, она не склонна к жирности, поэтому на теплое время года мне достаточно буквально одного нажатия этого продукта. Как я ее наношу? Я рекомендую вам разогревать ее в ладонях и вот такими легкими аппликативными движениями наносить ее на все лицо, шею и зону декольте. Сыворотка буквально тает на коже, она ее моментально подсвечивает, разглаживает, увлажняет и, что важно, конечно же, не перегружает. Если сравнить ее с предыдущей версией, то предыдущая версия чуть более обволакивающая, чуть более маслянистая, а эта более тающая. Поэтому ту версию я оставляю на холодное время года, а эту как раз-таки буду использовать сейчас. Ну и, конечно же, говоря про Double Serum, хочу отметить, что я очень люблю использовать ее в паре с Double Serum Eye, который я неоднократно вам показывала, потому что эта сыворотка идеально подходит для ухода за моей кожей вокруг глаз. Она у меня достаточно проблемная, как мне кажется, много мелких и мимических морщинок, и эта сыворотка работает просто вот, как говорится, здесь и сейчас. Она моментально разглаживает, подсвечивает и создает очень красивый антиэйдж-эффект. И стоит отметить, что на этой сыворотке у меня вообще не скатывается никакой консилер, поэтому не бойтесь, она не утяжеляет макияж, а наоборот очень красиво, как я уже сказала, освежает эту область. Следующий продукт будет у нас по уходу за телом. Я, кстати, вам уже показывала этот бренд, и мне очень нравятся их питательные, насыщенные кремы по уходу за телом. Это бренд Just Care. Сейчас у них вышли вот такие увлажняющие парфюмированные мисты для тела. У меня вообще мисты ассоциируются почему-то с брендом Victoria's Secret. Мне кажется, что мое знакомство с данной вообще текстурой именно для тела началось с того бренда. И мне всегда очень нравилось, что это очень быстро добавляет свежести и слегка увлажняет кожу. Подобный формат это, конечно же, не пропитание и увлажнение глубокое, но если вам хочется просто добавить свежести, вкусно пахнуть, то такое средство можно каким-то спортивным сумкам, например, использовать после того, как вы выйдете из душа и отправитесь, например, по делам и на работу. Что касается отдушки, то у меня эта баночка вот в таком розовом исполнении. И здесь такой, знаете, прям немножечко, я бы даже сказала, какой-то арабский аромат присутствует, но он не утяжеляющий, но манящий. Я такое люблю, особенно летом. Ну и что касается увлажняющего эффекта, то, повторюсь, очень легкий, минимальный. Я бы, наверное, даже использовала это средство в паре с кремом, но мне нравится, что здесь очень мелкодисперсное распыление. И, повторюсь, вот эти вот манящие отдушки у этого бренда, они, правда, очень запоминающиеся для меня. Далее тональный крем, и здесь их будет целых два. Скажу сразу, что это не новинки вообще в косметическом мире, но это личные мои новинки, в какой-то степени открытия. Я не понимаю, почему, например, этот тон я не приобрела для себя раньше. Этот тон бренда La Mer, называется он The Soft Fluid Longwear Foundation. Соответственно, это легкая, я бы даже сказала, степень покрытия у этого продукта от легкого к среднему, смотря как вы его нанесете. Универсальное покрытие, потому что, правда, работая на бьюти днях в золотом яблоке, я в день крашу от восьми и более человек, потому что мне хочется, конечно же, всем уделить внимание, сделать макияж максимальному количеству человек. Мне очень важно подобрать для себя в работу универсальные средства, которые на всех будут смотреться идеально. И вот как раз-таки этот тон La Mer именно такой. Неважно, проблемная кожа, сухая кожа, жирная кожа, с расширенными порами, на какую бы кожу я его нанесла, он всегда будет смотреться шикарно. Он улучшает внешний вид кожи, он ее подсвечивает, он ее сглаживает, при этом он не сильно сияющий, и он не сильно матирующий, это что-то среднее. То есть то, что действительно визуально будет только вашу кожу делать лучше, и что мне нравится, при этом он хорошо выравнивает. То есть если есть покраснение, если есть какие-то неравномерности кожи, если есть даже воспаление, то он способен их перекрыть. Плюс его можно наслоить и сделать покрытие чуть плотнее. Я люблю его наносить как спонжем, так и кистью, здесь у нас составит SPF 20. Лично для себя на лето я взяла оттенок 230, но хочу взять еще более светлый, потому что вот сейчас я на лицо не использую практически автозагар, хотя я думаю надо. И до отпуска у меня еще есть время, поэтому я возьму, наверное, что-то более светлое и буду их мешать между собой. Кстати, этот тон я приобретала в Золотом Яблоке, и там периодически он появляется в наличии, поэтому мониторите. Следующий тон будет, к сожалению, тот, который сейчас не представлен в России, но если вы планируете отпуск, либо вы пользуетесь услугами байера, то вы сможете его для себя найти. Это будет тон от бренда Chanel, называется он номер один, и если мне не изменяет память, это... нет, не изменяет. Это линейка Chanel, которая называется Camellia. У меня из этой линейки есть уже кремовые румяна, от которых я просто без ума и тоже показывала вам их. Сейчас я попробую этот тон. Скажу сразу, что когда я была в Куалумпуре, еще в январе, я заходила в несколько бутиков Chanel и спрашивала свой оттенок, но никогда его не было в наличии. И это повторялось потом и в Европе, и вот только сейчас я смогла его достать. У меня оттенок B30, который сейчас мне идеально подходит, но я думаю, что вот как раз-таки этот тон я приобрету себе еще в более загорелом оттенке, потому что планирую его использовать также и в более холодное время года. Что же делает этот тон? Он, опять-таки, супер универсален. Мне кажется, он подойдет и сухой, и комбинированный, и склонный к жирности кожи, потому что он опять, как и La Mer, создает эффект второй кожи. Он не сияющий, он не матирующий, но при этом при всем он абсолютно незаметен и не ощущается на лице. Что касается по степени покрытия, то для меня он чуть легче, чем La Mer, но опять-таки неплохо выравнивает. То есть, если сравнивать его, например, с флюидами от бренда Chanel, которые идут в гранулах, то там совсем легкая история, которая просто слегка сглаживает кожу. Здесь же у нас полноценное тональное средство, которое способно скрыть неравномерности кожи, выровнять пигмент и при этом текстура тинта, как заявляет производитель. Я в восторге, мне очень нравится, ну и плюс, конечно же, вот эта вот Chanel-ская душка просто невероятная. В общем, максимальный люкс, как говорится, на все деньги стоит того. Далее, от бренда La Mer у меня появился еще вот такой, друзья, очень красивый блеск, который, как вы видите, даже еще из упаковки не доставала, потому что он мне так нравится. Я просто хочу снять какой-то красивый сводч, как я его достаю. Но, собственно, конечно же, я его уже пробовала, опять-таки, на бьюти днях в золотом яблоке. И это не must-have, но просто, если хочешь себя порадовать, если хочется из своей сумочки доставать красивое средство, которым вы будете увлажнять ваши губы, обновлять макияж, то это оно. Бренд La Mer и средство называется The Lip Volumizer. Собственно, это аналог Dior Lip Maximizer, это аналог Sensai, их блеска, который я тоже много раз показывала. Они, правда, между собой очень похожи. По сути, это прозрачный блеск с практически незаметными подсвечивающими такими гранулками. Текстурка у него густая. И что важно, он не просто красиво смотрится на губах, он, конечно же, за ними ухаживает, он их лечит, сглаживает все вот эти мелкие морщинки и делает губы более объемными. Для меня это средство именно декоративное, по большей части, на ночь бы как маску я бы не наносила, потому что оно будет липковато. Но при этом, при всем, конечно, это просто очень красиво, то, что будет доставлять вам эстетическое удовольствие при использовании. Теперь поговорим про палетки теней для глаз. И сейчас я хочу вам показать палетку от бренда Guerlain. У бренда Guerlain не так давно были обновлены тени для глаз. Вышло, по-моему, шесть, если я не ошибаюсь, новых палитр. В каждой из них по четыре оттенка, и вы знаете, когда я увидела просто фотографии этих палеток, я такая, это Guerlain, правда, такие красивые, такие современные в плане подборок теней. В общем, мне понравилось все и сразу, вот реально с первого взгляда. А когда я их попробовала, опять-таки работая на бьюти днях, я была в шоке, насколько круто поработал, так скажем, над собой бренд Guerlain, потому что до этого их тени, ну, как-то вообще ни у кого не откладывались в памяти. Я взяла палетку номер 214, потому что, честно, других просто не было в наличии. Но и это мне тоже безумно понравилось, потому что, как мы видим, здесь присутствуют два коричневых оттенка. Один более светлый бежевый, другой чуть более насыщенный такой кофейно-красный и более ярко-красный и золотой. Мне по первому впечатлению эта палетка слегка напомнила Honeymoon о том форт, но на самом деле цвета вообще абсолютно другие, очень сильно отличаются. Если честно, мне кажется, что эта палетка даже более универсальна, потому что здесь как раз-таки присутствуют бежевые и коричневые оттенки, без особо каких-то ярких шиммерных текстур. Эти тени абсолютно не пылят, когда вы их набираете на кисть. Когда вы начинаете наносить их на веко, то они идеально распределяются, не оставляют после себя никаких пятен. Если вы слегка где-то переборщили с количеством оттенка, то в момент просто тени оттушевываются и оставляют после себя мягкую, растушеванную, красивую дымку. И, конечно, стоит сказать, что если вы ждете, что здесь пигмент будет как, например, у каких-то профессиональных брендов а-ля Morphe или у теней Наташи Динона, то нет. Это именно люксовая палетка для глаз. Интенсивность контролируйте вы сами. То есть оттенок наслаивается, оттенок усиливается, но за счет того, что вы будете как раз-таки его дублировать. Поэтому эти тени действительно очень легки в использовании. Они универсальны. Обратите внимание на другие цветовые подборки этой палетки, потому что все они правда очень-очень красивы. Ну и, конечно же, оформление у этих палитр. Вот такая красивая золотая палетка, которая, к сожалению, оставляет каждый просто пальчик на себе. Но все равно, как мне кажется, это красиво. Следующее, что я хочу вам показать, это будет карандаш для глаз от бренда Clio. На самом деле, от этого бренда я пока больше ничего не пробовала. Хотя нет, сухие тени я у них пробовала. Опять-таки, когда работала в золотом яблоке, они мне понравились. Но вот прямо эти гелевые карандаши, это очень и очень круто. У меня вот этот в оттенке 2. По-моему, у бренда в палитре представлено 6 оттенков гелевых карандашей. Во-первых, мне очень понравилась сама цветовая палитра этих карандашей. Ну и плюс, конечно же, с первого прикосновения вы получаете вот эту вот мягкую тающую текстуру. Этот карандаш идеален для быстрого ежедневного макияжа, потому что вы его наносите, вы можете пальчиком его слегка подтушевать. Он не превратится в какую-то грязь, он мягко и красиво растушуется. И просто легким прикосновением, вот таким вот, можно быстро создать эффект растушеванной стрелочки. Потому что текстурка у него, правда, она просто идет за вами. При этом спустя несколько секунд продукт схватывается, становится более устойчивым. Но все равно, если вы понимаете, что, например, у вас все карандаши отпечатываются, я всегда рекомендую обязательно их дублировать сухими тенями. Понравился бренд Клио. Буду знакомиться дальше с их средствами. Я слышала, что у них очень крутые кушоны для лица. Опять-таки, я пока не пробовала. Если вы знакомы, то делитесь вашей обратной связью в комментариях. Следующее, что я хочу вам показать, это будут кремовые тени от бренда Най Алиари. Опять-таки, бренд недавно появился в Золотом Яблоке. Я увидела вот эти вот стики для глаз и подумала, вау, это похоже на стики Лора Мерсье, а также на Бобби Браун, поэтому надо попробовать. И знаете, не прогадала, потому что стики и правда очень напоминают мне именно эти кремовые тени от Лора и от Бобби Браун. Хочу отметить вот этот оттенок, который идет под номером 05. На первый взгляд может показаться, что это очень серый холодный цвет, который будет омрачать макияж. Но в нем присутствует, во-первых, это смесь такого, знаете, серо-лилового оттенка, и при растушевке становятся заметны такие, знаете, легкие, еле практически сияющие золотые блестки. И когда вот это вы все растушевываете на все подвижное веко, выглядит это очень красиво. И при этом при всем эти тени, как я сказала, кремовые, но они так же, как Лора Мерсье и Бобби Браун, схватываются спустя некоторое время, при этом не стягивая кожу века, что важно, и держатся отлично на протяжении целого дня. Поэтому для меня это не просто классная подложка под макияж, это еще универсальный продукт, который можно использовать самостоятельно и не переживать по поводу того, как они будут держаться. В палитре, по-моему, присутствуют 5 или 6 оттенков кремовых теней. Есть, конечно же, классические бронзовые, мне тоже не понравились, но я решила рассказать о чем-то более уникальном. И вот как раз-таки подобного оттенка в других брендах я практически не встречала. Для меня это действительно что-то интересное, что-то новенькое, и я прямо осталась в приятном восторге. Бренд, кстати, итальянский. У меня от них есть еще один продукт, который я вам также сейчас хочу показать. Я вам хочу показать еще, во-первых, очень красивую упаковку от их сухих продуктов. Ну и здесь очень красивые сухие румяна, которые, честно, мне напомнили румяна от Gucci, которых, кстати, у меня нет, но я их пробовала. Хотела купить на нужном оттенке вот этого. Как раз-таки никогда не было в наличии, только от тестера. И напомнили мне эти румяна еще румяна от бренда Hermes в оттенке 54. В общем, классный ягодный оттенок, который безумно освежает, подчеркивает эффект загара. Называется цвет 06, Rosso Deserto. Ну и, конечно же, самое главное, это текстурка. Маслянистая, пигментированная. Когда вы растушевываете ее, прямо заметен становится этот, знаете, подсвечивающий эффект изнутри. Такое встречается только в люксе, ну практически, крайне редко в масс-маркете. Этот бренд я не могу отнести ни к полноценному люксу, ну и масс-маркетам это однозначно не несешь. Это что-то такое, знаете, среднее. Уверенный middle-up, я бы сказала. Но упаковки выполнены очень люксово. Текстура тоже достойная. И, конечно же, цвет. Цвет прямо муа. Поэтому рекомендую обратить ваше внимание на этот продукт. Сейчас хочу вам показать один из моих самых теперь любимых карандашей для губ. Это бренд Charlotte Tilbury. Опять-таки, в своих других социальных сетях я уже говорила, что это, наверное, самые устойчивые карандаши для губ, которые вы можете унести утром, уйти заниматься своими делами, попить кофе, даже поесть. И этот карандаш все равно будет держаться на ваших губах. Это удивительно, но это круто. И у меня до этого был оттенок Pillow Talk. Я вам про него говорила. Он мне безумно нравится. Решила попробовать не менее популярный оттенок, который называется Iconic Nude. Более кофейный, более коричневый, более бежевый цвет. Многие очень, я знаю, любят его использовать именно в качестве контура. Он идет с такой теплинкой. То есть это не холодный оттенок, это именно теплый такой бежевый оттенок. Но поверьте мне, вот он не рыжит. Очень часто теплый потон уходит именно в рыжий. И при растушевке на губах это все смотрится как-то грязновато. Здесь же идеальное сочетание вот всех цветовых пигментов. И поэтому получаем красивый, я бы даже сказала, идеальный оттенок контура. Классно этот карандаш сочетается как и с холодными, так и с теплыми помадами. Ну и плюс я его люблю вот именно за стойкость. Я наношу его перед мероприятиями. Когда я знаю, что я 8-9, иногда 10 часов буду на контакте с людьми. Мне очень важно часто не поправлять макияж, быть уверенным в том, как все выглядит. И поэтому вот это как раз-таки для этих особых случаев. Еще одна моя находка на бьюти дня в золотом яблоке. Это вот такая помада от бренда Tom Ford из новой летней коллекции. Коллекция называется Ultra Shine Lip Color. Очень популярная, кстати, сейчас текстура. Бальзамная, с таким полупрозрачным пигментом. С легким сатиновым, я бы даже сказала, слегка сияющим финишем. Оттенок номер 28 Nudist. Я, когда его сначала увидела на стенде, подумала, ну нет, это что-то очень темное, не буду брать, мне нужно что-то более нюдовое. И консультант мне сказал, попробуй, это очень красиво. Я сделала свотч и подумала, ну да, not bad, как говорится. В общем, потом, когда я уже взяла, так скажем, этот продукт в оборот и начала наносить его девчонкам на губы, я поняла, в чем его суть, почему он такой роскошный. Наносить его нужно минимальное количество, знаете, такими аппликативными движениями. Слегка растушевывать и получать очень красивый выразительный нюд с таким, знаете, сливовым подтоном. Получается эффект слегка зацелованных губ, при этом без какой-либо розовинки. Выглядит это, правда, очень красиво. Я пыталась найти что-то подобное в более бюджетном ценовом сегменте, но скажу сразу, что именно вот такого цвета я, к сожалению, пока не встречала. Мне нравится, что этот продукт увлажняет губы, питает и, конечно же, дает вот этот красивый, сложный оттенок. Выкладывала его на себе, опять-таки, в других социальных сетях. Многие купили помаду по моей рекомендации и тоже остались ей очень довольны. Кстати, есть она периодически, опять-таки, в наличии в золотом яблоке в онлайне, поэтому, если что, ищите ее именно там. Ну и последний продукт на сегодня — это вот такая помада от бренда Rose Ink. Этих помад у меня до этого не было. От бренда Rose Ink у меня есть кремовые румяна, которые я обожаю, считаю, что это просто одни из лучших кремовых румян на рынке, а также их увлажняющий тинт с гаранулами, как у Chanel. Эту помаду я видела несколько раз у своей подруги, поэтому мне было тоже интересно ее попробовать. Оттенок BIMS, который, как мне кажется, просто максимально схож с оттенком румян Азалия, которые у меня были, но, к сожалению, сейчас у меня их больше нет. Я жду, когда они ко мне вновь придут. Это такой достаточно ягодный оттенок. Опять-таки, по финишу эта помада идет с легким увлажняющим подсвечивающим финишем. Я бы рекомендовала наносить, кстати, в паре с подобным карандашом, как Iconic Nude, добавляем вот такую розовинку на центр губы, получаем очень красивый выразительный эффект на губах. Помада не сушащая, но при этом устойчивая. Если сравнить ее с предыдущей помадой от бренда Tom Ford, то вот Tom Ford идет более сияющий. Такой, знаете, даже слегка как будто бы глянцевый финиш у этой помады. И это по сравнению с Tom Ford вообще кажется матовый, но если мы с вами будем наносить в соло-формате и слегка растушевывать по губам, то, конечно же, матового финиша полноценного мы не увидим. Мы увидим легкое свечение, легкий сатиновый финиш с таким легким увлажняющим эффектом, но при этом, конечно же, сильно как-то блестеть на губах она не будет. Поэтому я считаю, что это очень универсальный продукт. Ну и, в принципе, можно наносить еще эту помаду как румяна. Друзья, вот такие интересные новинки люксовой косметики у меня появились за последнее время. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть и узнать про них побольше. Обязательно делитесь в комментариях, что новенького попробовали вы и что на вас произвело максимально приятные впечатления. Ну а я вам всем желаю классного настроения. Мы с вами увидимся уже скоро в следующих видео. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok